Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Если вы на нас еще не подписались, рекомендуем это сделать. На нашем канале большое количество интересного и полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры, как в формате тест-драйв, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. В последнее время в наши руки попадает все больше и больше практически новых автомобилей. Последних лет выпуска в том числе и тех, которые до сих пор находятся в производстве. И очень многое из них относится к корейским автопроизводителям. На фоне последних новостей об ограничении экспорта автомобилей со стороны японских властей, корейское направление обретает новые перспективы. Наш сегодняшний герой это как раз-таки один из представителей современной конструкторской школы корейцев. Причем не относящийся, скажем так, к мейнстриму. Это Саньонг Каранда в своем четвертом поколении в кузове С300. У большинства наших зрителей название Каранда будет ассоциироваться с рамным внедорожником, который впоследствии был локализован и выпускался Тагазом. Однако у себя на родине наименование Каранда носил и Саньонг Нью Актион, типичный паркетник, который, кстати говоря, также собирался в нашей стране. Это поколение официально у нас не продается, но, тем не менее, по параллельному импорту такие автомобили уже потихоньку начинают попадать на наш рынок. В нашем сегодняшнем обзоре мы посмотрим на эту машину внутри и снаружи, заглянем в салон, в багажник, проверим дорожный просвет, поговорим о технике и, конечно, осмотрим новинку на подъемнике. Чтобы определиться, что же такого интересного может предложить нам данный автомобиль от корейцев по сравнению, например, с некоторыми свежими китайскими моделями. Самый первый автомобиль, носивший имя Каранду, по сути, представлял собой армейский внедорожник. Предельно простой и утилитарный. Выпускался он с 1983 по 1996 годы. Затем в 1996 пришло второе поколение, которое также было на раме. Эту машину продержали на конвейере до 2006, а после она продолжала выпускаться еще и на Таганрогском автозаводе. Можно утверждать, что практически любой автомобилист в России хоть раз довидел подобную машину на отечественных дорогах. Третье поколение Каранда, производившееся с 2010 по 2017 год, более известно у нас как Саньон Кню Актион. И, кстати, обзор на такой автомобиль мы уже делали на нашем канале. Затем на пару лет у компании Саньонг начались конкретные финансовые трудности. И вот в 2019 году они представили абсолютно новый автомобиль. Естественно, также в формате паркетника. У нас в России Каранда С300 официально не продается. Но, тем не менее, на корейском рынке модель пользуется спросом. Что касается агрегатов, то здесь, по сути, выбор у потребителя стоит между двумя вариантами. Это полуторалитровый бензиновый турбомотор на 163 лошадиные силы, либо дизельный двигатель, также с турбиной на 136 лошадиных сил. Коробки передач у Каранда этой генерации либо механические, либо шестиступенчатые автоматические. Ну а привод передний, либо полный. Наш сегодняшний экземпляр 2019 года выпуска в хорошей комплектации с пробегом по Корее в 86 тысяч километров. Это бензиновый автомобиль с полуторалитровым турбомотором, шестиступенчатым автоматом и приводом на переднюю ось. Саньон Каранда С300 можно по праву назвать среднеразмерным кроссовером. Габаритный размер этого автомобиля. Длина 4 метра 45 сантиметров. Ширина 1,87 метра. А высота 1,62 метра. При этом колесная база автомобиля 2,67 метра. Это далеко не самый тяжелый автомобиль. Снаряженная масса Каранда 1455 килограмм. А максимальная разрешенная 2,40 метра. Что касается толщины лакокрасочного покрытия. Интересно, что этот автомобиль окрашен слегка толще, нежели, например, Toyota RAV4 или Corolla от 2020 года. Диапазон показаний толщиномера на этой машине составляет от 100-105 до 130-132 микрон. При этом надо отметить, что разбег менее 30 микрон редко встречается даже на японских машинах. Поэтому, скорее всего, речь идет о том, что данные автомобили собираются и окрашиваются уже на современных сборочных линиях, которые позволяют положить краску с минимальным разбегом. Что касается ржавчины и стойкости машины к коррозии, пока говорить об этом не на чем. Нет статистики. Машины только-только, по сути, начали выпускаться. И самый старый Каранда едва разменял в возраст 4 года. Ну а что касается заводского антикора, о нем чуть позже, когда поднимем машину на подъемник. Обзор автомобиля внутри по традиции начнем с багажного отделения. Тем более, что Каранда вполне себе претендент на роль единственной машины в семье. Доступ в багажник нам открывает довольно-таки легкая по ощущениям крышка. И сразу в глаза бросается достаточно широкий проем. Хотя погрузочная высота здесь достаточно большая. Да и сама высота багажного отделения визуально кажется не шибко большой. Каталожный объем этого багажного отделения при поднятых спинках сидений второго ряда 551 литр. При сложенных сидениях этот объем увеличивается до 1248 литров. Давайте возьмем рулетку и посмотрим, что это в линейных размерах. Сам проем, кстати говоря, здесь почти одинаковой ширины. Он не сужается к низу, как на некоторых других автомобилях. И ширина проема в средней части это 110 сантиметров. Высота багажника от фальшпола до крыши 71. Ширина багажника по полу между колесными арками в более широкой задней части, которая правда достаточно короткая, 132 сантиметра. Ну а длина багажника по полу при поднятых спинках задних сидений 76 сантиметров. Если же вам надо увести габаритный груз, естественно, вы можете сложить спинки заднего сидения. Делать это вам придется в данной комплектации только вот таким способом. И в этом случае, конечно, полезная длина у вас возрастает до отметки метр пятьдесят два, что далеко не запредельный показатель. Ну а если вы повезете что-то узкое и длинное и протолкнете груз практически до самой передней панели, то можете грузить сюда все, что имеет длину до двух метров сорока сантиметров. Что касается разного рода дополнительных удобств и интересностей в багажнике Carando, по сути дела, кроме плафона освещения сбоку, крючков для сетки, для фиксации груза и 12-ти вольтовой розетки по левой стороне, здесь особо нечего упомянуть. Также под фальшполом у нас присутствуют ниши глубиной где-то сантиметров около 12, куда можно поскладывать разного рода мелочевку, чтобы не мозолило глаза. Ну а если фальшпол полностью поднять, то здесь мы видим вместо запасного колеса пенопластовую, опять же, емкость, где лежит компрессор, герметик для шин и штатный инструмент. Так что Carando в плане багажника это далеко не развозной фургон, но определенная доля практичности здесь в любом случае есть. Ну а теперь про интересное. Давайте поговорим про салон этого автомобиля. Первое. Это, конечно, посадка. Попадая сюда, в целом устраиваешься за рулем удобно и делаешь это достаточно быстро. Сидение водителя имеет электрические регулировки, причем в достаточно хорошем диапазоне. Если максимально отодвинуться назад, то даже не опуская подушку сидения максимально вниз, я могу спокойно вытянуть левую ногу в колене и не доставать носком до пола салона. Также рулевое колесо здесь имеет регулировки как по вылету, так и по наклону. Причем диапазон регулировок достаточно хороший. Так что при росте 1,86 м удобную посадку за рулем Carando я подобрал достаточно быстро. В данной комплектации машина имеет полностью кожаный салон. Здесь в меру профилированные сидения. Профиль на спинке выражен несколько больше, чем на подушке. Единственное, на что здесь можно пожаловаться, так это на длину самой подушки сидения. Для кого-то этого может быть недостаточно в плане упора под бедром. Но у Sanyong, в отличие от китайских автомобилей, например от того же Havail FC Mix, есть регулировка подушки сидения по наклону, а не только по высоте. Так что с подбором удобной посадки здесь как-то попроще. Общее впечатление от салона и материалов в целом неплохое. Здесь очень мягкий пластик передней панели, но при этом уже жесткий пластик на дверях, на дверных картах. Этому Sanyong явно подучился у китайских товарищей. Кстати, в отличие от чисто китайских моделей, таких как, например, Geely Coolray или Tugela, здесь нет впечатления, что клавиши или пиктограммы имеют непривычно маленький размер. А в китайских автомобилях, по крайней мере в тех, на которые мы делали обзоры до данного момента, такое впечатление было. У Sanyong все выглядит как-то привычнее. Рулевое колесо здесь имеет кожаную отделку. Оно удобное, профилированное, но первое же впечатление, оно напоминает такие машины, как, например, Toyota Highlander, которые появились в 2008 году, когда относительно тонкий руль был еще в моде. Приборная панель у этого автомобиля полностью нарисованная. Она довольно интересная, она читаемая, выглядит это все очень симпатично, плюс у нее есть несколько режимов отображения. Если вам привычнее аналоговые приборы, вы можете вывести отображение спидометра и тахометра в виде круглых шкал. Если же вам хочется более современного впечатления, можете переключить приборку в другой режим. Она станет, на мой взгляд, менее читаемой, но при этом будет напоминать космический корабль. Ну а теперь по кнопочкам и переключателям. На подлокотнике двери у нас присутствует стандартный блок стеклоподъемников. Водительский имеет авторежим, правда только на опускание здесь же клавиши центрального замка и джойстик регулировки боковых зеркал, плюс кнопка их складывания. Слева от рулевого колеса блок кнопок, рядом корректор фар. Здесь мы можем включить и выключить систему мониторинга слепых зон, контроль движения в полосе, парктроники и отрегулировать яркость приборной панели. Подрулевые переключатели находятся ровно там, где должны быть. Переключаются без дешевых пластмассовых щелчков, тянуться к ним не надо. Кстати, у этого автомобиля свой совершенно не похожий на щелкание реле поворотников на всех других автомобилях. Звук послушайте. За рулевым колесом есть также лепестки переключения передач в ручном режиме трансмиссии. С левой стороны блок клавиш, которые отвечают за управление мультимедийной системой и телефоном. Здесь же клавиша подогрева рулевого колеса, с правой стороны круиз-контроль, который может работать также в режиме ограничителя скорости, что более удобно в городе, когда вы можете поставить, например, 80 км в час и ехать как ехали. При этом не обращать внимания на дорожные камеры, поскольку превысить вы уже не сможете. Основной дисплей мультимедийной системы здесь имеет большую диагональ и в целом очень хорошее разрешение. Пользоваться им удобно. Клавиши по бокам сенсорные, аналоговая здесь только ручка регулировки громкости. На корейском автомобиле радио без всякой адаптации ловит наши частоты, но навигация, к сожалению, пока не работает. Возможно, прошивка исправит положение. Что касается блока климата, вернее, в данной комплектации управления печкой и кондиционером, здесь две удобные крутилки. Это регулировка скорости вращения вентилятора и регулировка температуры. Отдельно разнесены клавиши режима отпотевания лобового стекла и обогрев заднего стекла. Ну и, в принципе, стандартные кнопки управления режимами обдува. Ничего особо экстраординарного. Пользоваться удобно и можно сделать это даже на ощупь, не отвлекаясь от дороги. Внизу клавиши запуска остановки двигателя. Доступ здесь бесключевой. Также справа кнопки управления вентиляцией и подогревом передних сидений. И на охлаждение, и на нагрев три режима интенсивности. Внизу USB-разъем, 12-вольтовая розетка и площадка беспроводной зарядки для телефона. Селектор коробки передач здесь привычный. Имеет курок блокировки. Есть клавиши разблокировки селектора при выключенном двигателе. Справа от селектора клавиши выбора режимов работы автомобиля. Спортивный, обычный, либо зимний. Клавиши включения-выключения старт-стопа. Слева система стабилизации и контроль скорости на спуске. Вот, собственно, и все, что здесь есть. Претензий к эргономике в данном случае никаких. Что касается ниш подстаканников и бардачков. На центральном тоннеле есть два подстаканника. Есть довольно-таки небольшой по площади, но большой по глубине бокс в центральной консоли. Подлокотник присутствует. Он двигается по длине, так что вы можете его под себя настроить. Основной бардачок здесь очень глубокий. Вспоминается такая машина, как Nissan Qashqai в кузове J10. Плюс в самой крышке бардачка есть отсек, куда можно что-нибудь сложить. Причем отсек этот выполнен в виде кармана, так что даже в вертикальном положении крышки ничего, что вы туда положите, оттуда не выпадет. Что касается обзорности, то у этого автомобиля, а это присуще немногим современным моделям, полностью видимый капот. Видно здесь и края капота, и в целом есть понимание того, где у вас находится передний край автомобиля. Сама панель, несмотря на то, что она достаточно высокая, не ограничивает обзор. Она практически плоская. Лобовое стекло, как на всех современных машинах, довольно-таки узкое. Но проблему это не представляет. Линия бокового остекления невысокая. И также обзорность по бокам не ограничивает. Боковые зеркала, конечно, могли бы быть побольше по площади, а не зауженные к краю. Но с учетом наличия здесь системы мониторинга слепых зон, опять же, проблемы это не представляет никакой. Ну а с маневрами задним ходом помогают парктроники и камера заднего вида. Что касается места на втором ряду с Анион Каранда. Места на самом деле здесь достаточно. Здесь хороший запас пространства над головой. При росте 1,86 м сам за собой я не задеваю коленями переднее сидение. Однако, даже если бы водитель был более рослый, на сидении есть выштамповки. Которые, по идее, также должны выиграть вам около сантиметра полезного пространства. Подушка заднего сидения здесь профилирована чисто визуально. Если на передних сидениях есть выраженная боковая поддержка, то сзади нет. И это хорошо. На плоской центральной части спокойно разместится третий пассажир. Тоннель на полу присутствует, но он не сильно высокий. Заднее сидение регулируется по наклону спинки, правда в очень ограниченном диапазоне. Буквально несколько градусов. Для задних пассажиров есть также удобный подлокотник с двумя подстаканниками. И подлокотник под левую руку на дверной карте. Из удобств, которые полагаются задним пассажирам здесь, это подогрев заднего дивана, причем в двух степенях нагрева, и 12-ти вольтовая розетка снизу. Вот, в принципе, и все. А, еще плафончик освещения. Линия остекления сзади слегка уходит наверх, но на обзорности для задних пассажиров это, по сути, никак не сказывается. Ощущения нахождения в бункере в этом автомобиле нет. Можно ли отправляться в дальний ваяж на заднем сидении Каранда? Однозначно, да. Что касается двигателей под капотом Каранда, здесь всего два варианта. Дизельный, либо бензиновый. Оба мотора, по сути дела, новые, еще с ненакопленной статистикой неисправностей. Плюс добавляет сюда свою специфику то, что эти двигатели официально в нашей стране пока не продавались. Дизельный двигатель здесь носит наименование D16DTF. Его объем 1,6 литра, мощность 136 лошадиных сил, а крутящий момент лежит где-то в диапазоне 300-320 ньютонометров, что, кстати, немало для 1,6-литрового двигателя. По конструктиву дизельный двигатель на новом Каранда это рядная четверка. Блок цилиндров чугунный. Здесь впрыск типа Common Rail, есть турбина со переменной геометрией, стоят гидрокомпенсаторы, ну а в приводе ГРМ используется роликовая цепь. Также вслед за немцами, которые сделали на моторах Volkswagen Polo с 2016 года единый модуль из двух термостатов и помпы, на дизельных саньонгах также будет стоять модуль, объединяющий в себе термостат, помпу и масляный фильтр. Компания заверяет, что ресурс этого дизельного мотора будет где-то в диапазоне 250 тысяч километров пробега. И будем надеяться, что с новым дизельным двигателем им удастся обойти все те грабли, на которые они наступили при проектировании предыдущего мотора, который можно было обнаружить под капотом, например, тех самых Нью-Актионов или Актион Спортс. В нашей практике приходилось неоднократно сталкиваться с внезапными проблемами, которые подкидывали старого образца двухлитровые дизельные двигатели. О том, что старый 2.0 получился неудачным, напрямую свидетельствуют и цены на контрактные агрегаты. Купить дизель ДТР или ДТФ в настоящий момент дешевле 300-350 тысяч рублей практически невозможно. Как будет обстоять дело с новыми дизелями в плане ресурса, покажет время. Но, однако, стоит помнить о том, что заправлять современный дизель экологического класса Евро-6 абы какой соляркой не надо. В целом же, по отзывам владельцев, 136-сильный турбодизель довольно резво разгоняет этот кроссовер. Хватает его и в городе, и на трассе, плюс небольшой расход топлива. Кстати, компания Саньонг изрядно поработала над шумоизоляцией двигателя, постаравшись как можно сильнее снизить дизельные шумы при работе двигателя. Ну а в нашем случае движок бензиновый G15 ДТФ. Объем 1,5 литра, рядная четверка, но уже с алюминиевым блоком цилиндров. Два верхних распредвала, 16 клапанов. Здесь есть турбина и система прямого впрыска топлива. Двигатель выдает 163 лошадиные силы и 280 ньютонометров крутящего момента, что также является очень неплохим показателем. И подобные цифры крутящего момента в 90-е годы демонстрировали автомобили с объемами моторов порядка 2,6-2,7-3 литра. Так что с тягой у этой машины тоже все в полном порядке. На этом автомобиле пробег 86 тысяч километров и каких-либо замечаний по мотору здесь нет. Все работает абсолютно в штатном режиме. Ничего ниоткуда не побежало, не протекло и не запотело. Пометуя о том, что мотор с турбонаддувом, замена масла должна производиться каждые 5000 километров пробега. И еще не лишний будет при установке сигнализации снабдить автомобиль турботаймером. И не забывать выключать систему старт-стоп. Ну а перед тем, как посмотреть на каранда снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет, каталожное значение которого для этого паркетника составляет 180 миллиметров. Вооружимся рулеткой и посмотрим, соответствует ли эта информация истинному положению дел. И в данном случае, да, соответствует низшая точка автомобиля, это защита моторного отсека. Пластиковая, или вернее напоминающая войлочный подкрылок на цивике. До нее от поверхности земли ровно 18 сантиметров. Нижний край переднего бампера находится на расстоянии около 20 сантиметров от земли, если говорить про пластиковый брызговик, в который он, собственно говоря, внизу переходит. Расстояние до порога за передним колесом 21 сантиметр. До порога в задней части 22, задняя часть автомобиля чуть повыше. Но здесь, опять же, ниже этой отметки свисает часть пластиковой защиты днища 19 сантиметров. До заднего бампера 27 и практически чуть-чуть ниже этой отметки висит подвешенная поперек банка глушителя. Но она находится уже практически в габарите задней оси, поэтому, скорее всего, удариться ей на бездорожье вам не удастся. В целом, следует признать, что по меркам легкового обычного кроссовера, тем более на переднем приводе, геометрическая проходимость у этого Carando более чем достойна. Что касается ходовой части нового Carando, подвеска здесь реализована по классической для кроссовера в схеме. Передняя подвеска представляет собой самый обычный Макферсон. Из хорошего шаровые опоры к передним рычагам крепятся болтами. Так что, по задумке производителя, вы можете поменять их, в том числе и на оригинал, без демонтажа самого рычага, тем более без его замены. Стабилизатор поперечной устойчивости на этом автомобиле, кстати, по легковым меркам, достаточно солидный. Сечение прута здесь большое. Крепится он сверху на подрамнике, за рулевой рейкой и при этом доступ к креплению в данном случае довольно-таки ограничен. Скорее всего, для замены втулок стабилизатора будет проще частично демонтировать, опустить подрамник. Сама рулевая рейка в данном случае электрическая и это хорошо. Каких-то вопросов по протечкам гидравлики здесь не будет по определению. Кстати, руль у Каранда очень легкий в парковочном режиме, практически игрушечный. Что касается защиты от коррозии и заводской антикоррозионной обработки. Изначально с завода герметиком в передней части автомобиля закрыты сугубо соединительные швы на кузове. Но уже под днищем мы видим заводской антикор. Причем проантикорены здесь не только зона порогов, но и зона под термозащитой. Что наталкивает на мысль, что сначала этот автомобиль антикорится, а потом уже закрывается разного рода щитками. Во всяком случае, под пластиковыми защитами днища машина также полностью обработана. И надо сказать, данной модели это в плюс. Среди пластиковых защит и термоэкранов в данном случае у нас скрывается и топливный бак очень хитрой формы. На полноприводных машинах через него здесь должен проходить карданный вал. Он пластиковый, объем его 50 литров. Горловина, кстати говоря, тоже полностью резинопластиковая и гнить не будет никогда. Задняя подвеска у Каранда многорычажная. Здесь основной продольный большой рычаг и три поперечных. Пружина и амортизатор разнесены и могут быть поменены отдельно. Что опять же плюс. Задний стабилизатор поперечной устойчивости гораздо тоньше переднего и доступ к его креплениям не в пример лучше. И, кстати, продолжая тему антикора, в задней части автомобиля все также очень плотно обработано, вплоть до усилителя бампера. Ну а что касается тормозной системы, тормоза на этом автомобиле вкруг дисковые. И в данной комплектации у нас обычный тросовый ручник. Таким мы увидели сегодня саньян Каранда нового четвертого поколения в кузове C300. Машина 2019 года с пробегом 86 тысяч километров, полуторалитровым турбомотором на 163 лошадиные силы, передним приводом и обычной шестиступенчатой автоматической КПП. Общие выводы по модели будут следующие. Это на самом деле довольно интересное предложение за свои деньги. При цене, сопоставимой с китайскими кроссоверами того же типа размера, эта машина все же предлагает более консервативные решения. Хотя бы по части коробок передач. И кому-то обычный автомат может показаться серьезным аргументом за. Если у вас есть или был подобный автомобиль, на котором вы уже успели поездить достаточно много и вам есть в чем нас поправить и в чем нас дополнить, пропишите все это в комментариях. Людям, которые думают о покупке подобной модели, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну а если вас заинтересовал конкретный автомобиль, который был сегодня на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода этого видеосюжета машина все еще будет находиться в продаже. У нас в компании RDM Import в городе Новосибирске всю интересующую вас информацию, включая и стоимость, которую сложно озвучить в моменте, поскольку через неделю, две, три месяца эта цифра может серьезно поменяться. Вы можете, воспользовавшись контактными данными под видеороликом. Там есть телефон, электронная почта и на этом же телефоне есть WhatsApp. Так что пишите, звоните, задавайте вопросы. Спасибо за просмотр. Если обзор оказался в чем-то полезен, понравился, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До новых встреч. Пока.